Всем добрый вечер, давайте запишем, как выглядит пиздец. Короче, если ради прикола, народ попросил запустить красных стражей, короче. В итоге, дружно, блять, начал гореть нахуй весь клан. Это хуже, когда ААш на нас нападает, блять. Да просто даже новон загорятся, но, словопок, еще живой. Да, блин, пина еще тоже держится, блин, так. Ну, я-то, понятно, держусь, я упаду только, когда будет волна 320. Охренеть, 20 войск сразу автоматически нападает, 20 войн, блять. Ёптать, блять, туда-сюда, туда-сюда. Всех, всех спалили нахуй. Хуям, блять. С одной стороны, конечно, смешно, с другой стороны, не знаю, не люди убивают, не убивают, я не знаю. Кстати, да, я поставил, как вы видите, уже ставится 20-й замок у киллера Ирбиса, да. Значит, 21-й, 20-й, то есть у меня теперь 3 20-й замка, ну и мой 28-й. Тоже поставил, вот, ребят, тоже, несмотря на то, что нас прессуют по полной, конечно, товарищи из ААЖ. Но каждый день удается ставить по одному замку, либо какому-то строению для этого замка. Вообще 3 строения, либо 3 замка. Вот так вот. Кто-то может сказать, круто, но, как говорится, у нас нет вариантов, приходится выживать. Вот, вот, собственно, короче, вот такая фигня. Это называется кронопадение красных стражей. Вы их запускаете вот здесь, в центре событий, вот в этой штучке. Вот они, красные стражи. Там какой-то вулкалак бывает непонятный. Вот они, красные стражи. Два часа, короче. Ну, два часа войска никуда не денешь. Придется им стоять. О, смотри, на перроне, оказывается, есть войска. Главное, чтобы сейчас кто-нибудь из ААЖа не пролетел, но мне дали пизюлей. Давайте посмотрим, где наш друг НЗТ. Вот он, он где-то здесь. Я так понимаю, к нему там, блин, друзья идут. Блин, тупая карта. Да, НЗТ ждет много. Да, чувакам далеко идти, конечно, они до него очень долго будут идти, блин. Ну, да ладно, как бы, что делать издержки производства, молодичка. Так, а где наши друзья? Можно посмотреть. Вот с ПЛАшем познакомились, с ИДАем на Киев. Приходил и всех поубивал Зевс. Зевс больше не играет. Да ладно, Зевс решил играть? Он же вроде сказал, что он больше не играет. Мне сказали, что он больше не играет, а это... Ах, это на Зевса нападает. Клан Юсификат. Давай заложим. Так. Слышь, можно на них на Киев напасть. Смотри, какие жирненькие. Хе-хе. Двадцать второй, блин, ни хера себе. Ну да, они, короче, я так понял, тупо прессуют Зевса. Да, Зевс, насколько мы знаем, больше не играет вообще. Вот. Он создал этот клан 224. Проблема вся была в том, что когда... Саид начал говорить, что аж... Ну, вообще, когда все отношения с Аж были испорчены, когда был уничтожен Клаш... Икс, икс, икс. Вот. Зевс, конечно, поддерживал Саиду. Я тоже говорил, что это клан разработчиков. Странно. Что они так быстро развиваются. Однако, нет. Все очень просто, коллеги. Надо понимать, что когда идет Кае, и вы сильным замком начинаете прессовать вот таких вот лохов детей, типа как мой 28-й, вот сюда пролетает, начинает всю эту парашу при Кае прессовать. Ну, так вот, за убийство дается до хера на самом деле всяких плюшек. Золото и так далее, и так далее. И я там хоть и 59-е место занял, но мне дали дофига всего. Поэтому, вот, те, кто хочет правильно играть, развиваться, да, то вы занимаете новое королевство, где никого нет, где все лохи. Быстро делаете замок 20-го уровня. В рублях, ну, 1020 максимум, да, если вы хотите вот так вот. Вот, донатом. Быстро его делаете, 2-3 замка таких, и просто летаете, убиваете всех подряд. И вы довольно-таки быстро поставите 30-ку. Ну, банально, разовьетесь, ну, до 28-го, до 30-го, когда там еще все будут, дай бог, 10-ми, там, 20-ми. Ну, потому что люди просто не знают, как играть. Вот. Как-то так. Смотри, клан нашли. Что у нас там еще по кланам? Зевс, Бамблби, вот это у нас, по-моему, да, что-то у нас... А, вот они, наши ААЖ. Да, вот вся эта толпа. То есть, вот здесь определенные проблемы, конечно, вопросы, как вот это. Но это донат. Вот это можно было сделать. Клуду задонатили, чтобы она стала 30-й. 29-й, 28-й, 26-й у них, 26-й. Этот писал мне, ну, нафиг, послал. Рафики. Рафик, господи бог. Ну, вот кланашка, это типа Валор. Паппи Чула поставил 36-й замок с 32-го за 3 дня. Ну, вот что я могу сказать. Либо это вот очки набью, которое было мероприятие, либо нехилый донат. Просто даже убивая в КАИ, столько не наебешь. Нет, это нереально. 36-й замок уже. 36-й он больше, чем Валор. Ну, посмотрим, что будет на КВК. Сюда придут 40-е замки. Валор 35-й. Этот уже 36-й. Не, ну, это явно донат, либо еще что-то. Ну, либо с китайцами донат. Непонятно, конечно, блядь, эта тема. Да. Ну, что еще сказать. Ничего сказать. Будем играть дальше. Биться. Наши, так, бота, бэш, плн, лук. Как у нас там, у Джейла про вопросы. Их тут все засрали, блядь, этими замками, конечно. Так, где-то они здесь были, насколько я помню. Я не знаю, что это такое, наверное, отсюда. Джейла in my heart. Что, переехали куда-то? Да нет, они не должны были переехать. Они должны были быть где-то здесь. А, ща найдем. Джейла. Ну, потому что их там реально с этими замками заебашили. А, это кто такие за ААААш? Я так понял, клан Ферма? Добавим их. Как много замков стало у этого маленького непонятного клана. Да, то, что папе 37-ой, это, конечно, уже охуеть. Так, ладно, неважно. Чё-то я не могу понять. Джейла, джейла. Не переезжали никуда, блядь. Ну, да, их кто-то засрал этих хуйней. СTV здесь. А где его замок? Да, вот так вот ходишь, ищешь замки, тоже интересно. Не понял, это вот же вот здесь был лук. А где наши? Я чё-то не понял. Ну, понятно, это шляпа. Ни о чём. Да, видите, начали у нас появляться вот такие очень интересные, непонятные кланы. Я, судя по всему, это с других королевств. Вот. Тоже очень интересная фигня. Вот. Давайте-ка найдём всё-таки... Ага. Так, стоп. Это мы аж нашли. Стоп. А подожди, а где же эти, блядь? Где же джейла? ПВВ-то мы знаем, где его. Где джейла-то? Это ППП, это понятно. Тут кругом накидал кто-то этих замков. Скажу сам, я, конечно, приблизительно научился так же делать замки, но не так вот кидать, как они. Я так не делал, потому что кто-то это делал. Это... Был специальный человек какой-то, я не знаю его. Вот. Но он жестоко. Жёстко. А аж... Я так понял, это делается скрипт... Короче, я посчитал, это делается скриптами. Вот. И с помощью скриптов на серваки, покупные, там недорого, вы можете вот так вот плодить вот этих вот плееров. Если вы какой-то клан хотите, можно вообще всю карту ими засрать, короче. Они не убираются. Они убираются только в некоторых случаях, когда явно видно, что это, короче, какая-то шляпа. Вот. Мы как-то делал, я вот, по первой. Мне убрали восемь замков. Сейчас я научился делать правильно. Вот. И ещё один аж, клан. Ты смотри. Это фермы ихние, да? Им тоже здесь подпоганили. С другой стороны, у этой фишки есть очень интересная фича. Когда он есть, вы к вам подойти, то есть поставить замок близко не получится и напасть на вас. Понимаете? То есть это тоже очень удобно. Очень удобно. Вот. С другой стороны, вроде бы ты как бы гадишь к человеку, а с другой стороны, ты вроде и не га. Вроде и делаешь ему хорошо, и люди просто не могут подойти. Вопрос только в другом. Куда же у нас уехал Джилла? Мне вот интересно. Они чё, всей толпой куда-то переехали, что ли? Очень странно. Да, также куча ботов начала появляться на карте. Это вот такие вот, типа, вот они, понятные. Либо это, короче, как вам сказать, из других королев, шпионы, которые смотрят, как тут, что тут при КВК. Вот. Ну, сами видели, да, уже 37-й замок стоит. Понятное дело, что-то, блядь, жёсткий донат. Чудес, нахуй, не бывает. Вопрос, конечно, всё-таки, куда, блядь, дружным темпами ссыпались, блядь, эти... Джилла. Я не понимаю. Вот это старое место, где был клан. Вот им засрали всю эту парашу. Хе-хе-хе. И выгнали их отсюда. И смотрите, факинг и джеморж уже больше не у ГЛА. Ну, него Эйч. Да, очень странно. Это недавно я видел уже товарищей из... Джилла. Господи. Там такой здоровый клан, блядь. Как его пропустить-то можно? Ёбана в рот. Что я не понял. Во. Во. А Джилла встал на старое место... Создать. А, они, короче, переехали Джилла на новое место. Давайте тогда, соответственно, то, что у них было, мол, удалим. Да. Ну, вроде как, второй клан по силе. Да, я думаю, они даже будут посильнее, чем ААЖ. Почему боятся ААЖ, я не знаю. Вот. Кота с ними, жалко, нету. Ну, вот, собственно, вот такие вот дела здесь я смотрю, да. тридцатки появились. Тридцатки появились. Ну, да. Вот, собственно, всех вы их видите. Вот, и еще двадцать шестый, двадцать шестый, двадцать четвертый. Да, двадцать второго, двадцать третьему очень тяжело перейти, требуется много ресурсов. Реально. Реально. Да хера. Вот это ихний, второй клан Джилле-1. Вот такая вот фишка прикольная. красиво сделана. Харчи. Интересно, как сделала. Главный у них роб. Вот он. Глава клана. Лёг под АХ. Не стал с ними драться, а мог. Ну, я не знаю. Можно, конечно, набить на тридцать первую, но мне все-таки кажется, что это в большинстве своем... Все равно, в большинстве своем донат, потому что, если смотреть по основным игрокам, по большинству, двадцать третий уровень, где-то вот так вот, ну, двадцать пятый, двадцать шестой максимум, да? Вот, Бэтмен-то оставить, Ви-третий, ну, ну, никак не тридцатые, вот такие вот, да? Это как и у меня, короче. Это чисто донатовские вещи. Набить их даже, я думаю, убийствами, наверное, невозможно. Если там это убивать, убивать, петухи, блядь. Надо, чтобы я придумал. А вот, собственно, да, смотрите наш клан переехал у Джейла. Прикольно, прикольно. Вот. Что еще здесь у нас есть? Вот оно, Джейли-1. Это, я так понял, они уже по полной серьезке начали ботов организовывать. Вот. Это уже боты. Либо фермы, либо боты. В зависимости, насколько они продвинуты, насколько их мозгу хватает играть в эту игру. Вот. Ну, не знаю. Возможно, и продвинутые, возможно, и не боты. Ну, короче, есть фишки, которые здесь можно делать, и мы теперь о них знаем. Вот. Так что ничего такого для нас удивительного нет. у нас тут все горит, блядь, и пывает. Синим пламенем, блядь. Всего перуна не выдержал, загорелся, бедный. Вот. это что-то за такая линия? Куда она идет-то красная, а там мимо, блядь. Не понял. О. Странно оно. Ну, да. О-о-о-о. Ну, там, к НЗТ, конечно, большая толпа народу идет, сейчас придет пизда НЗТ. Вот так живется в 224-м королевстве. Нам не дают, ну, как не дают, слава богу, не нападают по определенным местам. Так, конечно, меня периодически телепортируют в мои замки, нахуй. Плюс в тюрьме я нахожусь все время. Ну, надеюсь, когда придут наши двузители, новый король с 40-ыми замками, их вынесут. Эйдж, и мы сможем хоть какое-то время пожить спокойно. Хотя, в принципе, и так можно жить. Несмотря ни на что, поставлено уже, видите, сами видите, С-28 поставлены, 20-ые замки людям вставим. Ну, выживаем как-то, выживаем. Крепость нам не дает ставить. Сама крепость есть, но сделать мы не можем. Попробовали тут. Убивает вавор, нахуй. Всех недавно 200 кей снял на днях. Что ж поделать, вот такое бывает. Ну, правда, быстро восстановили. Вот так вот. Ну, такие вот дела интересные происходят в нашем королевстве. Вот такие вот наши эти. Давайте еще какое-нибудь посмотрим. Не очень хороших людей. Я не стал нападать на них во время КАЕ. Ну, вот вы видите сами, да, если реально без доната развиваться, вот просто, это 20-й, 23-й замок сейчас. А мы играем уже там с марта, где-то с апреля. Вот. Вот. Вот уровень. Нормальный, да, клан. Ну, никак не 30-й и так далее. Это нереально. Ну, блядь, только донат, господа, только донат. Я вам показывал, что там, ну, давайте возьмем мой замок просто тупо. Блядь, да иди нахер. Смотрите. Я вам уже показывал исследования, которые стоят как лошадиный мост. Вот следующий замок мне поставить надо. Стена до хусней. Фабрика артиллерии хусней. 178 миллионов еды. Ну, лес хуй с ним это, да, насрать на лес. А вот айрона 21, а уж не говоря про 10 миллионов серебра, это я и бал. Давайте посмотрим, сколько нам стеночка выйдет, блядь, новенькая. Сами. Ну, лес, ладно, в основном серебро и айрон. Потому что еду можно собирать даже 200 лямов в принципе при желании. вот, можно. Но все равно в принципе, да, вот, если хотя, с другой стороны так вот посмотришь, если реально в Кае колбасится, просто всех валить, то вы знаете, в принципе, можно, да, вот эти вот вещи поднять, ресурсы с других замков, просто летать и грабить все королевство хорошим замком, то можно частично насобирать. Но все равно вот это вот донат. все-таки я уж я не говорю про обучение вот это, это вообще там трешовые вещи на сражении 2, это ладно, боксинг, это там я почти все исследовал. Оборону, экономику и развитие тоже удалось. ну это просто я да, то есть тут еще как-то по-божески. Вот, исследование. Ну вот это входной билет 40 миллионов, 13, 2 миллиона. Только донатите, господа, только донатите. Китайозам. Это уже слишком. Ну вот ради бы, давайте посмотрим, сколько мы вообще сможем хотя бы одно вот просто одно сделать, да, там 42 миллиона. берем древесину всю. Так, сколько пола ставить? вот у нас древесина. Это много, блядь, я тут копил, понял, 9 миллионов. Жатвы, блядь, использовать. Это вот на красной ходили 2 миллиона дали, плюс вот это вот там 4 миллиона, да, железо. Железо. Как бы и серебро. Самое тяжелое в поиске и так далее и тому подобное. Ну, реально трешовая тема. Вот смотрите, чё у нас есть сейчас. Во! Жачки у нас нет. Давайте натаскаем 42 миллиона ленции жачки. Ну, жачку мы точно натаскаем. 13 миллионов на 2, на 3 замках я насобираю. Вот. Ну, давайте попробуем сделать вход такой. Вот поставим сейчас цель на этом замке. Ну, понимаете, за вот эти деньги я все остальные замки своего Алла сделаю, блядь, двадцатыми. Все. Все до одного. Понимаете, там по 5 миллионов на 20-й замок надо. Здесь 42 миллиона леса. Ёбки-палки. Вот это вход. Вот. Так же вот так вот, друзья. Видите, если хочешь играть здесь, блядь, надо просто охуевать. Ну, вот, как-то так, короче, вроде бы неплохо все. У нас тут творится дичь, кто-то куда-то едет, кто-то куда-то летит. Давайте посмотрим, что у нас тут происходит с этим событием. Вот оно, золотое событие. это когда вы убиваете всех подряд. По-моему, оно так называется. Вот. Нам еще осталось недолго. Час девятнадцать. Вау! Поехали по новой. И вот самая средне сильная волна это седьмая. По-моему, 320к. Даже я не выигрываю ее. Вот она 111. Это я спокойно вытащу. С любым замком. Ну, не знаю, там, когда вот мы строили, он, конечно, многих убил у меня. 200к из трех замков то здесь удалось восстановить как-то здесь, здесь. То есть валор туда серьезно нас поубивал на самом деле. Вот. Так что там было жестко. Поэтому не знаю выдержат не ли они, но скорее всего они сейчас я думаю после 110 тысяч они закипят. Замки пипец меньше. Ну, нормально защита пока на шестая. Вот шестая волна мы выдержим, а вот седьмая наверное будет уже жесткая волна. Так 21 так как я так понял к НЗТ очень долго идти и к нему сразу подряд будет идти несколько вов отличия от нас с перерывчиком у него будет просто без перерывов просто будут сжечь нахер. Вот вот так вот мы играем в двадцать четвертом за дебилом королем конечно который вообще неадекватный ну да ладно в принципе американцы они другая культура другой менталитет да и мы может быть где-то были неправы не знаю сложно сказать мне в принципе похуй мы мы и так можем играть я уже не сколько третью неделю под счетами сижу все четыре замка ну так в основном стараюсь добывать не донатить вот вот так если и донатчо только по мелочи там тысяча рублей блять за четыре дня вот так чисто накупала все остальное в принципе теперь вот кинг добывает может добыть себе сам потому что очень сильный замок очень стал вот поэтому мы все выдерживаем вот ну че идет сатан ну давайте посмотрим как сто десять тысяч нас будут пытаться нагибать графика конечно сделана так себе но в принципе прикольно играть можно не соснут должны соснуть а вот на следующий уже сосну я да разбил стражи этих разбил слопок даже выдержал сатан ты смотри куда вот этот непонятно идет чувак а это наверно к шинбарону что ли идет ого бля да до него идти осень осень его четыре линии уже идет да не повезло пацанам 1300 километров отпахать бля а нет вот уже здесь есть вот глюк игры они идут как будто нападают это не так разгоняются давайте посмотрим на них машин действительно теперь так они бегут на дальняк реально пацанов кинули бля просто кинули реально ну дальняк так ебашить косарь да они уже просто охуевши так что да вот по пичу ловим с 32 за 2-3 дня сделал 37 то есть жесткий донат либо он действительно разработчик ну что давайте смотрим какая будет сейчас следующая волна 10 тысяч да конечно я выберу о понеслась ну и какие тут у нас сейчас идут войска информация чё чё такая шляпа идёт меня вы чё шутите второй листочек да ладно 46 тысяч значит следующая 300 будет ну ладно эти сейчас возьмут давайте подождём 300 тысяч ну движ такой нехилый вообще реально всё красное да чё пиздец то лошадок неестественно жопы дёргаются стран могли бы получше прорисовать да наши три замка в тюрьме два моих один Женин но тут всё растает об эти замки по-любому всё на ферму не нападают видно просто два или три проигрыша всё больше на них не нападают то есть нападают только на тех кто держится кого силёнок хватает да на уана уже не нападают всё видно просто два раза смели да и всё slowpoke ещё держится ну и я соответственно держусь ну у меня будет полный проход здесь так как даже на 320 тысячах это будет моё первое поражение из всех а потом опять идёт на снижение нормально 21 48 эти сейчас здесь и здесь растает да с ракетом нападать конечно нам 28 замок это охуенная тема вот а замок ну чё я думаю будем строить можно конечно задонатить но не будем попробуем 29 поставить потом но мы сейчас решили всех поставить сначала до 20 уровня все замки все наши замки 16 19 14 18 вот эти все 16 14 11 все это дело кроме двух потому что человека уже давно нет два замка мы не можем ничего с ними сделать вот а так вот я каждый день ставлю там какому нибудь замку стену либо это либо вообще сам замок стая и они несколько дней там колбасятся вот я так понимаю шерб барон и туда наверх уже никто не идет потому что там просто сошли всех нахуй да и все шерван все да он сожженный нахуй по-моему конечно чего-то два или три раза и только вернуться не могут они все до него дойдут так вот теперь по идея волна 320 тысяч человек должна быть перекопировалась быстро же так давайте заполнять 10 терабайт заодно копируется на втором экране так что у нас здесь мы выдержали да да сука иди нахуй вот вот она идет на киллер ирбиса пошла на меня пошла так ну здесь судя по всему уже а почему 49000 а где 300000 чё-то не понял а еще дон держится да ну нормально а я вот да и вот 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 А вот тут не факт, что мы получим, потому что альянс-то слабенький с точки зрения замков. Ну, посмотрим, посмотрим, на посмотрим. Я-то, конечно, лишних очков-то получу, а толку-то, блядь. Главное, чтобы альянс реально получил, а не я, бля. По игровой почте. Да, спасибо, блядь, я получу награды, да, нахуй, сука. Сука, бля, сука, бля. О, мы ещё пока не достигли. Там нас будут прессовать так, что аж кости захрустят. Да, чё-то пацанчики ненадолго хватило всех. Вот как-то так происходит красных стражей штурм. Вот так вот. Всем спасибо за внимание. Рады вас видеть были. Подписывайтесь на канал. Будем играть дальше. Будем выживать, несмотря ни на что. Это ваше основное, как это, фишка воскресать. Будем воскресать и выживать. Всем спасибо, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok.